Глава «Гордый еврей» Подзаголовок Раби Мойша, глава общины Познани Когда Раби Мойша был избран главой Познанской общины, ему было всего 35 лет. Он сразу же показал свои большие способности на таком важном и ответственном посту, особенно в части умения противостоять священникам-юдофобам, постоянно изыскивавшим всякие способы вредить евреям, не останавливаясь и перед ложными наветами. Благодаря своей импозантной внешности и большим знаниям, Раби Мойша был любим и уважаем не только евреями, но и среди неевреев. По его личным крупным финансовым делам и делам общины ему приходилось иметь дело с большими вельможами и высокими духовниками. Все оказывали ему большой почет. Даже антисемиты уважали его. Раби Мойше приходилось также совершать поездки во многие страны – в Италию, Германию и Польшу. Благодаря этому он стал человеком разносторонним, хорошо знакомым со многими народами и странами. Люди, беседовавшие с ним, восторгались его неисчерпаемыми знаниями. Насколько велики были его знания, настолько велика была его скромность. Он был человеком редких душевных качеств. Благодаря поездкам в различные страны, где он общался с великими людьми, евреями и неевреями, Раби Мойша стал знаменит повсюду. Можно сказать, что за границей его знали больше, чем в его родном городе. Из-за его скромности и непритязательности многие в Познане не представляли себе, то он настолько наполнен знаниями Торы и мирских наук. Пришло время, и весь город услышал об одном из подвигов Раби Мойша. Это случилось в то время, когда один из высокопоставленных католических священников решил помериться силами с евреями. Этот священник был большим антисемитом. Он держал себя очень вызывающе, потому что был родственником тогдашнего Папы Римского. Он вообще имел в виду не столько навредить евреям, сколько поживиться на их счет. Он знал, что стоит только затронуть евреев и показать, что хотят им навредить, как они тут же приходят в смятение и сразу являются совзятками, чтобы заткнуть рты своим врагам. Этот священник хорошо знал, что в Познанской общине имеется на готове специальный фонд для таких случаев, предназначенный, чтобы «подмазать» антисемитов, когда они намереваются вредить евреям. Священник не знал, что с тех пор, как рабе Мойше стал главой общины, он упразднил этот фонд и употребил его с согласия «семи общественных деятелей города» совсем на другую цель – обучать еврейских детей ремеслам. Но священника вообще не беспокоило, имеются в фонде средства или отсутствуют. Он ожидал, что когда евреев прижмут, то они деньги достанут из того или иного источника. Так или иначе, но как только глава общины узнал, что собираются тучи над головами евреев и что виною этому священник-юдофоб, он сообщил главному католическому духовнику, что еврейская община назначила специальную делегацию во главе с ним, рабе Мойше, для переговоров со священниками. Рабе Мойше просил назначить время для приема делегации. К этому времени уже стало известно, что священники не только намереваются выступить против евреев, но что у них уже имеется очередной вымысел для обвинения. Уже одно обращение рабе Мойше к священникам с письменным требованием принять еврейскую делегацию было совершенно беспрецедентным и указывало на нечто новое в отношениях между евреями и католическим духовенством, что поразило священников. Когда подобное происходило раньше, то прежде всего священникам перепадало кое-что от евреев, причем происходило это тихо, без шума, лишь бы закрыть рты юдофобам. Субтитры создавал DimaTorzok